добрый вечер уважаемые любители рок-музыки сегодня 18 сентября и заключительный день фестиваля искусств горький в парке горького программа все эти дни была очень обширной и спектакли и литературные чтения и джазовые концерты и рок-концерты и оперные выступления разные и игры и викторины то есть насыщенность полная целыми днями было в первый день нам удалось посмотреть концерт оркестра под руководством владимира спивакова а сегодня заключительным событием этого фестиваля будет концерт солистов москвы под руководством юрия башмета это камерный оркестр солиста москвы так что фестивальные дни прошли на высоком уровне и я думаю что здесь огромная заслуга арт-директора фестиваля евгения миронова я был на разных его спектаклях в том числе в театре нации где он является художественным руководителем я не видел ни одной плохой постановки все сделано всегда вот так и сейчас я убедился что его организаторские и художественные дарования на очень высоком уровне даже по организации таких масштабных культурных мероприятий все было на высшем уровне и я уверен что и сегодня будет точно так же поэтому предлагаю пройти в парк горького и еще разок насладиться прекрасными представлениями пойдем уважаемые любители рок-музыки понимаю что многие из вас особенно не москвичи никогда и не бывали в московском парке горького поэтому не знают каково было его предыдущее функциональное предназначение и состояние и каково стало сейчас а я как многодетный отец еще в 90-х годах постоянно приезжал сюда на выходных с детьми так как парк горького был не просто парком культуры и отдыха но и в значительной степени детским парком развлечений здесь была масса различных каруселей аттракционов комнат смеха и страха детских лодочек машинок тиров здесь катали детей на лошадях и на пони и так далее и тому подобное на каждом углу здесь жарили шашлыки готовили шаурму и продавали сахарную вату а также прочие нехитрые гастрономические радости конечно же все это были платные развлечения и угощения причем достаточно дорогие и вход в парк также был платным не каждые родители могли себе позволить приехать сюда с детьми и еще всей этой рыночной вакханалии заправляли лица с криминальной внешностью а на продаже билетов на всех этих аттракционах сидели несовершеннолетние подростки поэтому большая часть этого денежного потока шла мимо кассы и соответственно мимо налогов вот такая была обстановочка парк после советского рассвета не получая соответствующих средств на свое развитие постепенно херел его полностью заполонил самострой всякими ларьками шалманами и балаганами никто из них не платил официальную арендную плату поэтому территория парка уверенно приходила в запустение везде были следы разрухи летом здесь веселились пьяные десантники и пограничники отмечая свои воинские праздники высшим шиком у них считалось купаться в парковых фонтанах кричать речевки и громко петь песни распугивая отдыхающих в общем в парке царила полная вакханалия анархия и дикий капитализм посетителей парка становилось все меньше и меньше поэтому правительством москвы в 2006 году было принято решение о реорганизации парка и с тех пор и особенно в последнее время парк сильно изменился в лучшую сторону он стал настоящим украшением столицей настоящим парком культуры и отдыха отсюда убрали весь этот криминальный мусор убрали платные аттракционы шалманы шаурму и шашлыки сделали бесплатным вход навели порядок создали различные зоны отдыха для москвичей и гостей столицы и постоянно проводят здесь различные бесплатные культурные мероприятия в том числе и сегодняшний фестиваль искусств горький в парке горького поэтому и москвичи и гости столицы вновь полюбили этот парк он стал одним из излюбленных мест отдыха но и пользуясь случаем я хочу выразить благодарность директору парка елене лупиной за прекрасную организацию фестиваля искусств горький в парке горького уважаемые любители рук музыки фестиваль горький в парке горького продолжается и сейчас завершающий день последний воскресенье 18 сентября и мы присутствуем на главном музыкальном мероприятии в парке видите такая небольшая сцена и здесь сейчас будет выступать московский камерный оркестр солисты москвы под руководством юрия башмета небезызвестного я думаю всем не только вам но вообще в мире небезызвестного человека а почему он в мире небезызвестный да потому что он наверное самый известный альтист он играет не на скрипке на альту и выиграет виртуозно это первое второе его знает весь мир и это подтверждается даже тем что в 2008 году получил премию грэмми мечта каждого рок музыканта а помимо этого он получил четыре государственных премий здесь в россии и еще звезду героя труда российской федерации вот он герой труда еще у него куча орденов за заслуги перед отечеством вот такой вот скромный товарищ юрий абрамович башмет и родился он во львове львовяне даже его сделали почетным профессором своей консерватории но них академия там но в четырнадцатом году он одобрил присоединение крыма к россии они его исключили из профессоров львовской консерватории поэтому вот такой вот прекрасный человек поддерживает наше правительство как и мы в том числе фестиваль организован парком и департаментом культуры города москвы вот так вот для вип гостей таких как вот рок-звезда волосю ксд даже в персональный транспорт предоставили от входа нас везли сюда на электрокаре вот так вот это не шуточки вам узнают уже рок-звезду волосю ксд уже мой любитель рок-музыки но я хочу обратить ваше внимание на великолепную организацию процесса ну во-первых создан временное такое сооружение такой целый амфитеатр мест наверно на 500 очень удобные ступеньки высокие перепад высоки всем все хорошо видно и хорошо слышно очень от приличную аппаратуру привезли голоса портальная ветер усиление и обратите внимание на заботу о музыкантах всем положены мягкие подушечки и вип-гостям тоже обратите внимание вип-подушечки пледики выданы вдруг холодно кому-то станет у меня-то кровь горячим не мне мне все время жарко а вдруг кому-то холодно вот репли есть а для музыкантов обратите внимание обогрев по кругу стоит обогреву потому что инструменты не любят когда прохладно и влажно инструменты у нее дорогие все-таки это всемирно известный коллектив играют на всяких страдивари а мать и а сейчас все-таки 13 градусов тепла на улице и слегка морсит дождь поэтому влажность повышенная инструментом хоть немного надо их подсушить вот поэтому гляньте по кругу обогрев стоит все четко ну и чтоб пальцы не мерзли конечно поэтому организация на высшем уровне аплодирую повторюсь еще раз руководству парка и руководству города москвы департаменту культуры ну и надеюсь что мы будем потом а еще аплодировать солистом москвы под руководством юрия башмета я убежден почему-то в этом что они ложат не будут но я вас хочу еще порадовать перед началом концерта мы наконец-то сделали свой собственный марч и в первую очередь конечно же в с д волосчук с д это первое кружечки обязательно круг группа волосчук с д футболочки ру группа волосчук с д и самое главное наши новые альбомы из живых концертов и со стримов и новый альбом нам надо все и сразу тур в поддержку которого начнется в ноябре в клубе правда в москве 6 ноября ждем всех на первой презентации будем надеяться что все пройдет хорошо я почему-то в этом уверен а а а АПЛОДИСМЕНТЫ Максим Гойкий очень любил музыку Григо. «Страсти мордасти». Рассказ написан в 1913 году. Душной летней ночью в глухом переулке окраины города я увидал странную картину. Женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала ногами, разбрызгивая грязь, как это делают ребятишки. Топала. И Гусава пела скверненькую песню. Сейчас тут-то нам попить и тут-то погулять. Ой, бай, говори, говорки, тут-то погулять. Тут-то погулять и мужа дома нету. Ой, бай, говори, говорки, мужа дома нету. Мужа дома нету, а страсть его дома. Ой, бай, говори, говорки, а страсть его дома. Ой, бай, говори, говорки, у клетки на стенке. Ой, бай, говори, говорки, у клетки на стенке. У клетки на стенке. чтобы захлебнуться жидкой грязью. Я подтянул по вышек голенища сапог, влез в лужу, взял пресунью за руки и потащил на сухое место. В первую минуту она, видимо, испугалась. Пошла за мной молча и покорно, но потом ударила меня в грудь и заорала. Караул! И снова решительно полезла в лужу, увлекая меня за сапог. Дьявол! Пробормотала она. Я не пойду, проживу без тебя. Поживи без меня. Караул! На другой день я попросил ребятишек моей улицы наловить жуков, бабочек, купил в аптеке красивых коробочек и отправился к Леньке, заплатив с собой две бутылки кваса, пряников, конфет и сдобных булок. Ленька принял мои дары с великим изумлением, широко открыв милые глаза. При дневном свете они были еще чудеснее. Ой, Юль заговорила низким неребячим голосом. Сколько ты всего притащил? Ты что ли богатый? Как же это, богатый, а плохо одетый? И говоришь, не вор. Вот так коробочки. Ой, Юль, даже жалко тронуть. Руки у меня не мытые. Я поднял его легкие косточки, закриченные в мешок серой тонкой кожи. Он жадно сунул голову, открытой окно и замер. А его сухие ноги бессильно покачивали, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотье какой-то мелодии. Радостно кричал босовитый ребенок, подавалась собака. Ленька слушал эту музыку и тихонько сквозь зубы ныл, прилаживаясь к ней. Ленькина жилища напоминала мусорную яму и превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезя в глаза с каждого аршины этой ямы. Придут страсти мордасти, приведут с собой напасти, приведут они напасти и зарвут сердце на части. Ой, беда, ой, беда, куда спрячемся, куда. И я быстро пошел со двора, скрепя зубами, чтобы не зареветь. КОНЕЦ Рождение человека Написано в 1912 году. Превосходная должность быть на земле человеком. Сколько видишь чудесного! Как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении перед красотой. Да, порой бывает трудно. Вся грудь нальется жгучей ненавистью, и тоска жадно сосет кровь сердца. Но это не навсегда дано. Да и ведь и солнце часто очень грустно смотреть на людей. Так много оно потрудилось на них. А не удались людишки. Разумеется, есть и немало хороших, но их надо бы починить. Нет, лучше переделать. Заново. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот. Но иногда вдруг неожиданно, лениво и густо, мужицким типоватым голосом вступала в песню рыдающими словами. О, газом заплакай, Возле реку я стоя. А он бы, сынок, рос, да все бы и рос на Приволе, в голоматерней груди, родимушка моя, по морю шумит. Аминь. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! Ну вот, и закончилось главное представление сегодняшнего дня, третьего дня фестиваля, и вы знаете, я-то думал, что будет обычный концерт камерного оркестра солисты Москвы, но оказалось, что это нечто большее, потому что это был целый спектакль, это были литературные чтения в исполнении Евгения Миронова и Александра Усуляк, потрясающе, что он, что она артисты, это было потрясающе, плюс, конечно же, оркестр Юрия Башмета и еще фольклорный народный ансамбль Камонь, это было нечто, это высший пилотаж, мы прикоснулись к высокому, настоящему, большому искусству, люди просто их не отпускали, это было, это высший всяческий похвал, вы знаете, это даже не международный класс, это мирового класса постановка, я был на подобных постановках, в том числе и с Мироновым, и с Хабенским, когда там письма брату Ван Гога, или еще что-нибудь, но это было лучше всего, что я видел из подобных вещей, вот так вот, поэтому вечер потрясающий. Уважаемые любители рок-музыки, ну, мы покидаем этот театр летний, потрясающий, оказывается временный, но сделано очень добротно, хоть он и временный, и едем по ночному парку, опять в ресторан Сароварня, где любви в гостей будут угощать тортом и кофе, ну, желающие, конечно, могут быть и коньяк, и вина, но, вы же знаете, что Волочок, да, он трезвенек, поэтому он будет пить кофе на ночь, и обмозговывать то, что он убил, знаете, что у меня еще раз потрясло, а именно талант Максима Горького, вы знаете, многие ему завидовали, как всем талантливым людям всегда находятся завистники, и говорили, о, деревенщина, там еще такого, даже Бердяев Николай сказал о нем, что это провинциал, не ведающий размаха мировой мысли, но талант, извините меня, не пропьешь и не спрячешь, и когда его произведения читают выдающиеся артисты, Миронов и Урсуляк, ты понимаешь, насколько этот человек был талантлив, литературно, насколько он был призван к языку Господом Богом, потому что это потрясающий, красочный язык, прям они читали, я видел все, что происходило, глазами Максима Горького, как он это видел, это действительно очень талантливый писатель, он не просто так был талантлив, когда он в 32-м году вернулся из Италии, то на Белорусском вокзале, где ему стоит памятник на площади Белорусского вокзала, его встречала сотни тысячная толпа, его на руках несли с поезда, так люди его любили в Советском Союзе, поэтому это было лишнее подтверждение, когда выдающиеся артисты перевоплощаются и вникают в эти образы, написанные им, то ты понимаешь уровень таланта этого человека. Такие мои впечатления, что я хочу сказать, фестиваль искусств Горький в парке Горького удался, и руководству парка, и правительству Москвы в лице Департамента культуры, я аплодирую всем и благодарю их всех за то, что они москвичам и гостям столицы организовали такой фестиваль. Такого должно быть у нас побольше, это настоящее чистое искусство, мне очень понравилось. Мысли вслух точны и честны, мысли вслух о том, о сём, интересны мысли, если сказаны Малащуком. Малащуком. Субтитры сделал DimaTorzok